Здравствуйте, дорогие наши телезрители! С вами Тайна русского слова. С любовью и трепетом смиренно приступаю я к нашей сегодняшней программе, ибо она необычна. А необычна она тем, что добрались мы, Господь сподобил нас, добрались до удивительной личности, чтобы сегодня начать разговор о ней. Это один из самых любимых людей моих и в истории русской культуры. Это речь пойдет у нас сегодня с вами об Александре Семеновиче Шишкове. Как и водится, в начале нашей передачи я хотел бы прочитать стихотворение, коротенькое, всего четыре строчки. Надеюсь, любимое многими, вами, это Федор Иванович Тютчев. Вспомним, давайте вместе прочтем эти заветные строчки. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И в самом деле не дано предугадать человеку, чем отзовется его слово, а каковым будет продолжение этих дел. Я думаю, что целиком и полностью эти слова можно адресовать и в адрес нашего сегодняшнего героя. И когда вот сейчас ваш покорный слуга произнес вот это слово «герой», я хочу, чтобы вы знали, это не просто дань вот этой словесной форме, ибо Александр Семенович Шишков, он и воистину герой. Давайте просто припомним его ипостаси, да, как удивительно он жил в этой стране, удивительной стране России. Кто Шишков? А Шишков это замечательный филолог, а еще блестящий военный, выдающийся государственный деятель. Он верою и правдой служил, вы слышите, верою и правдой четырем, четырем российским государем прожил долгую, долгую, наполненную трудами, наполненную благородством и жизнь. И жизнь, конечно, наполненную борьбой. Причем боролся он за укрепление России, за ее мощь, но более всего болело его сердце за чистоту русского языка. Ибо, как и мы сегодня, вот все, кто единомышленники наши, смотрим эту передачу «Тайна русского слова», все, кто благоговейно относится к святому русскому языку, вот Александр Семенович Шишков полагал, что без чистоты языка не может развиваться душа человека, без чистоты языка не может развиваться государственность. И все же разговор о нем хотел бы начать со слов святого Евангелия. С благоговением открываем священную книгу нашу «Слава Господа нашего Иисуса Христа», обращенной к ученикам. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как рознь. Выбросить ее вон на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот эти слова Господь наш Иисус Христос адресовал своим святым ученикам. А мне бы сегодня хотелось, вот я дерзну адресовать их, предпослать нашему разговору, адресовать их Александру Семеновичу Шишкову. Ибо люди таковые, они и воистину являются солью земли и светом мира. И свет, который исходит от творения, от трудов, от дела Александра Семеновича Шишкова, как свет далекой звезды. Пусть она потухла, но он еще долго-долго будет идти к нам. К слову, хочу сказать, вот всегда меня интересовало, когда помню, впервые прочел Евангелие, почему Господь, обращаясь к ученикам, говорит вот это «соль земли». Почему именно соль? О чем речь? У святых отцов прочел, и помню прежде, у блаженного феофилакта болгарского, о том, что Господь, обращаясь к ученикам, говорит «соль земли», потому что соль – это древнейший и очень сильный известный консервант, он антисептик, он убивает заразу, потому что там, где присыпано солью, что-то обработано солью, там никогда не заведется никакая инфекция, там, что важно, там не будет гниения. И именно поэтому Господь называет учеников своих «вы соль земли», потому что они разошлись и по всему миру понесли вот это изумительное христианское учение, не давая везде, где сияет свет Христов, там везде жизнь, и там не может быть тлена, там не может быть смрада и распада, потому что туда когда-то пришло Христово учение, которое и есть соль земли. А они осолили, как говорят святые отцы, они учением Христа осолили мир. Так вот, солью для своего времени, для своего общества, в котором довелось ему Господь сподобно жить, был и Александр Семенович Шишков. Александр Семенович получил хорошее в детстве семейное патриархальное воспитание. О чем идет речь? Что значит патриархальное воспитание? А пояснимо. Это те первые книги прежде, да, помимо иного прочего, это, конечно, участие в церковной жизни, он был глубоко воцерковленным человеком. Это, конечно, очень важно, что ты читаешь, потому что, в отличие от многих своих современников, первыми книгами Шишкова были «Псалтирь», «Часослов», «Четь именеи», «Апостол». А первыми его авторами стали Ломоносов, Сумароков, Державин, другие писатели. И более того, симпатии, привязанность, приверженность их языку, вот этому направлению в русской словесности, Александр Семенович Шишков сохранил до конца своей жизни. Очень интересное образование Александра Семеновича Шишкова. Вообще удивительна судьба русской филологии. Возможно, Господь сподобит нас, если цикл наш будет продолжен, поговорить еще об одном удивительном человеке, которого мы только вскользь упоминали несколько раз в наших с вами беседах, и которого автор и ведущий любят очень, очень вот наравне с Шишковым, так же благоговею перед ним. Это Владимир Иванович Даль, величайший тоже деятель своего времени, и человек, так много послуживший, не будет привлечением сказать, если мы скажем, что Владимир Иванович Даль душу свою, жизнь свою, положил на алтарь служения русскому слову. И еще раз помним, это при том, что если Шишков, по сути, был славянин и прирожденный русский человек природный, то в жилах Владимира Ивановича Дали не текло ни капли русской крови, а только немецкая, датская и французская. Так вот, почему я сейчас опять вспоминаю Владимира Ивановича Дали в связке с Александром Семеновичем Шишковым? Не только потому, что оба они замечательно послужили русскому языку. Дело в том, что и тот, и другой, как сейчас принято говорить, по базовому своему образованию, они не были филологами. Вот это самое потрясающее. Более того, изучая, знакомясь с их жизнями, которые все язык, вы знаете, тебя подводит тому, чтобы назвать это даже житьем, насколько удивительна у них жизнь. Да, пора спроститься, мне такая дерзость. Дело в том, что и Владимир Иванович Даль, и Александр Семенович Шишков по сути окончили одно и то же учебное заведение, казалось бы, максимально дистанцированное от филологии ее проблем. Дело в том, что оба они воспитанники Петербургского морского кадетского корпуса. Да, причем Александр Семенович Шишков почитался там одним из лучших учеников. Справедливо сказать, что Владимиру Ивановичу Даль не очень понравилась учеба, он вспоминал ее без радости. Это отрежено в его дневниках. А вот Александр Семенович Шишков, наоборот, там очень понравился. И по окончании, если Даль лет 26 лет, он ушел в отставку, дослуживший до Мичмана, да, сегодня это лейтенант, то Александр Семенович Шишков продолжил эту карьеру и дослужился до звания адмирала. Вообще, он был, Александр Семенович Шишков был адмирал, он также был государственный секретарь, министр народного образования и президент российской академии наук. Александр Семенович Шишков был блестяще образован человек, и, помимо всего прочего, это еще выражалось знание в том количестве языков, которыми он свободно владел. А он владел английским, немецким, французским, греческим, древнегреческим, еврейским и древнееврейским языком и латынием. Вот так. И по окончании пройдет некоторое количество времени, вот я выписал для себя, очень интересно, один из его многочисленных трудов заключался в том, что он составил и издал трехязычные. Представляете, как надо знать замечательные языки, причем это терминологически, терминологически всегда очень сложно. Он издал и составил трехязычные англо-французско-русские морской словарь, которым очень долго-долго пользовались военные. Более того, он перевел с немецкого детскую библиотеку, Кампе, состоящую из нравоучительных стихов и рассказов для детей. И эта книга принесла ему всероссийскую известность, потому что она выдержала очень много изданий, и по ней учились поколения и поколения дворянских детей. Он еще писал торжественные оды, посвящая их различным государственным деятелям Екатерининской и Павловской эпохи. В свое время ему известность принесла пьеса «Невольничество». Он написал ее в 1780 году и посвятил императрице Екатерине. Но вы знаете, что интересно? Никакого подобострастия в этом нет. Я имею в виду мотивации к написанию пьесы, именно посвященной императрице российской. Дело в том, что Екатерина II, она в свое время выкупила большое количество, заплатив очень солидную цену по тем временам, выкупив большое количество рабов, пленных, христиан в Алжире. И Шишков восхищен ее этим поступком. Действительно, в людях надо поощрять, поощрять их хорошие поступки, потому что ругать-то мы никогда не забудем за что-то нехорошее. А вот похвалить не всегда. И он в знак благодарности государности своей написал вот эту пьесу, в которой он прославлял Екатерину за этот замечательный поступок. Дело в том, что он еще блистательный военный. В 1788, вы знаете, кто любит русскую историю, в 1790-х годах, вот два года, происходит знаменитая русско-шведская кампания война. И здесь Александр Шишков принимает самое, самое, что ни на есть, непосредственное участие. Уже в ранге капитана первого ранга, это очень высокое звание, он командует, он командует фрегатом Николай, да, и вот, и за храбрость он получает золотую саблю, золотую саблю, на ней написано, действительно, и золотую же, осыпанную бриллиантами табакерку. Это очень высокие награды, да. Вообще он получил очень много орденов. Когда вступил на престол, несколькими годами позже император Павел, первый тон произвел Шишкова в очередное звание и пожаловал ему 250 душ в Кашинском уезде. Таким образом. Но придет время, и он попадет в опалу. Кстати, при его жизни это случалось с ним не раз и не два. Ну что ж, это судьба всех честных людей, тех, которые не подлаживаются под власть, а проводят свою главную, генеральную, как сказали бы, линию в этой жизни. И тогда встает резонный и правильный вопрос. А каковой же, вот я перечислил вам столько различных должностей и по стати, которые занимал в течение своей жизни Шишков, А какой же была главная его идея? А главная идея Шишкова было сохранение русского языка. Вот порой сегодня, встречаясь с людьми в различных аудиториях, а они у меня бывают самые разные, слышишь совершенно справедливые сетования о том, что, дескать, сегодня, посмотрите, в какой страшной ситуации находится русский язык. И я, соглашаясь с этим, нельзя не согласиться. Об этом мы говорили в течение всего нашего цикла «Тайны русского слова». И вместе с тем, да, вместе с тем, подтверждая вот эту истину, нельзя не сказать и о том, что, я приговорит ваша слуга покорно о том, что эта проблема не сегодня возникла, господа хорошие, она возникла и не сто лет назад, а гораздо раньше. Ибо о ней, о ней взывал, вот об этой беде взывал еще в свое время Александр Семенович Шишков. Гравную угрозу, главную угрозу для русского языка он видел во пленении, пленении России языком французским. Вообще, очень интересное отношение у него было к французам. И вот попробуйте сказать, что он был неправ. Дело в том, что еще такая интересная веха, это было еще до шведской войны, русско-шведской, в 1776 году он предпринял трехлетнее путешествие. Да, он повидал мир, это тоже оказало на него очень большое влияние. Он на фрегате «Северный орел» совершил путешествие в Европу. Он побывал в Италии, Греции и Турции. И вот что он пишет. Послушайте внимательно. «Мы видели, рассказывает Шишков, несколько новейших греческих часовен с написанными на стенах их изображениями святых и не могли надевиться буйству и злочестию безбожных французов». Это я хочу, вот тут ваше внимание, речь идет о 1776 году. Представляете? Задолго до французской кампании. А он уже пишет о буйстве и злочестии безбожных французов, которые, заходя иногда в сей порт, не оставили ни одной часовни без того, чтобы не обезобразить лиц святых и не начертать везде насмешливых и ругательных надписей. Удивительно, пишет Александр Семенович, до какой злобы и неистовства доводит развращение нравов. Пусть бы сами они утопали безверии, «Но зачем же вероисповедание других, подобным им христиан, ненавидеть? Для чего турки не обезобразили сих часовен?» Хороший вопрос. «Для чего ни иной язык читается в сих гнусных надписях, как только французский?» Вот так. Дело в том, что пройдет несколько десятилетий после вот этих гневных строк Александра Семеновича Шишкова и в Россию ринутся полчища, мы знаем, французов, и начнется великая, великая Отечественная война 1812 года. Дело в том, что, вы знаете, как интересно на самом деле и тяжело, ни одного храма не оставили французы на своем пути. Я говорю сейчас о наших русских православных храмах. Ни один храм, встреченный на им пути, не был обойден в кавычках их вниманием, французов, да, как он пишет, они же христиане, как они могут себя так вести? Турки, говорит, такого себе не подваляли, мусульмане. Чтобы они его не осквернили. Я написал об этом в книге о том, что, это факт истории, что в лучшем случае французы превращали наши храмы святые в стойло для своих лошадей, да, а в худшем случае, в худшем случае, они, простите, даже говорю, у меня внутри все вот так сотрясается, но это надо сказать, а в худшем случае они превращали его, наши храмы превращали в отхожие места. А между тем, между тем, и об этом пишет Шишков, во французском языке, знаете, как называют русских? Они называли русских или татарами, или варварами. И так, у них не было слова русский. Они называли или татарами, или варварами. Замечательно. Варварами называют те, которые вот уродовали изображения святых и писали пахабные надписи в Греции. Против этого восставал и по сей день востоет Шишков со страниц своих замечательных статей. Читайте их. Я в который раз показываю вот эту книгу, которую мне очень дорога, мне ее подарили, священник когда-то подарил, потому что она действительно редкая, и до сих пор в России. Вот тоже печальная эта история. И вот здесь в книге хочу вам показать, операторов наших попросить, вот портрет черно-белый, правда, Александра Семеновича Шишкова. Какой удивительный лик, достойнейший, достойнейший человек. Наши школьники, наши студенты должны знать его. Но мы знали его, да, когда ваш покорный слуга учился в Институте русского языка и литературы. Конечно, мы изучали Шишкова. И что же писалось о Шишкове и по сей день пишется? Вы знаете, что? А то, что он реакционер и мракобес, да, и в лучшем случае это консерватор. Ну, это в самом лучшем случае. А в чем его реакционность? А потому что не все современники понимали и принимали Шишкова. Дело в том, что беда, беда, вот мы сейчас говорим о том, что беда с русским языком не сегодня началась. Она началась еще во времена Шишкова. И тогда Шишков, вот сейчас я хочу, наконец, дать слово ему самому, он обращается к своим современникам и говорит, для чего, это слова Шишкова, для чего истинное просвещение и разум велят обучаться иностранным языкам? Для того, чтобы приобретать познание. Но тогда все языки нужны. На греческом писали Платоны, Гомера, Демосфены, на латинском Вергилии, Цицероны, Горации, на итальянском Данте, Петрарке, на английском Мильтон и Шекспира. Он все это читал в оригинале. Для чего же без этих языков мы можем быть, а французский нам необходимо, нужен? Ясно, что мы не о пользе языков думаем. Иначе за что нам все другие и даже свой собственный так уничижать пред французским, что их мы едва разумеем, а по-французски, ежели не так на нем говорим, как природные французы, стыдимся в свет показаться? Стало быть, мы не по-разному и не для пользы обучаемся ему. Что же это иное, как нерабство? Помните нашу последнюю беседу, когда мы говорили о духовном халуйстве, о лакействе? Вот об этом же говорит Шишков. Только называет это словом райса. Суть одна. Действительно, рабство. Скажут, да он потому необходим и нужен, что сделался общим и во всей Европе употребительным. А теперь послушайте, какие замечательные слова. Это пророк великий. «Я сожалею о Европе», пишет Александр Семенович. «Но еще более сожалею о России. Для того-то, может быть, Европа и пьет горькую чашу, что прежде нежели оружием французским, побеждена уже была языком их». Я хочу привести вам один отрывок, который я приготовил для сегодняшней передачи. И отрывок этот удивительный, что он принадлежит Перу-француза, которого никак нельзя заподозрить, никак нельзя заподозрить в симпатиях к России и ее государственности. Это Декюстин. Так вот, что он пишет. Маркиз, к слову. Слушайте внимательно. «Перманентный заговор против России ведет свое начало от эпохи Наполеона». Прозорливый итальянец, а так Маркиз Декюстин называет Наполеона, видел опасность, грозящую революционной, учтите, революционной, обратите внимание, Европе, со стороны растущей мощи русского колосса. И желая ослабить страшного врага, Россию, он прибегнул к силе идей. Воспользовавшись своей дружбой с императором Александром и врожденной склонностью последнего к либеральным установлениям, он послал в Петербург под предлогом желания помочь осуществлению планов молодого монарха целую плеяду политических работников. Сегодня мы назвали бы это для развития демократии. Очень современно. Нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для солдат, будущих солдат Наполеона. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию России, завладеть в первую очередь народным образованием и заранить в умы молодежи идеи, противные политическому символу веры страны. Таким образом, великий полководец, это все о Наполеоне, наследник французской революции и враг свободы всего мира, посеял в России семена раздора и сомнения. Придет время, и эти страшные семена прорастут. Об этом мы поговорим в следующей нашей программе. Эта программа началась небольшим, замечательным стихотворением Тютчева, Федора Ивановича, и им же Тютчева мы ее увенчаем. Стихотворение написано в 1854 году. «Теперь тебе не до стихов, О, слово русское, родное, Созрело жатво, Женец готов, Настало время неземное, Ложь воплотилась в булат, Каким-то божьим попущением, Не целый мир, Но целый ад Тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, Все богомерзкие народы Со дна воздвиглись царство тьмы Во имя света и свободы. Тебе они готовят плен, Тебе пророчат посрамление. Ты лучший будущих времен глагол И жизнь, и просвещение. О, в этом испытании строгом, В последней роковой борьбе Не измени же ты себе И оправдайся перед Богом». Спасибо вас, Господи. Внемлим же призыву Замечательного русского поэта И сохраним верность, Внимая Богу, Великому и святому русскому языку. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин